Теперь определенные вещи, которые в переводах либо неправильно переводятся, либо скрываются. Посмотрите, Левит, 4 глава, с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Моисей, говоря, скажи-си нам, Израилем, если какая душа согрешит по ошибке, против каких-либо заповедей Господней, и сделает что-нибудь, чего не должно сделать». 3 стих. «Если священник помазанный...» У вас так написано? Да, правильно написано у вас. «Согрешит и сделает виновный народ то загрешство, которым он согрешил, пусть представит и так далее из крупного тельца, без порока». Значит, здесь есть слова «священник помазанный» – «коген машех». Кстати, это первое место, где употреблено слово «машех» в Торе, Танахе. Какой это священник? Помазанный, да? А вот интересно, да, что вот здесь Гиля переведен на первый священник. А скажите, а не первого священника вы помазали на служение? Да? Значит, здесь говорится о любом священнике. Здесь говорится о священнике действующем, который был помазан на служение, да? То есть помазанный священник, он отвечает за грехи народа Израиля, правильно? А здесь написано первого священника. То есть слово «машех» помазанный – это что? Христос. Здесь в оригинале это слово есть, но оно что? Переведено неправильно. То есть в оригинале есть, да? Написано «коген машех», а в переводе, если первого священника согрешит, во зло народу. То есть слово помазанный, Христос по-гречески здесь специально упущено, чтобы у него не было смысла. 53-я глава, помните? Исайя, да? Масад Гаравкук. Кто поверил слуху, дошедшего до нас, и мышца Господня, на ком явилась. И зашел он в скобках «Израэль», как росток, как корень и так далее. Несколько раз употребляется слово «Израэль», правда, стоящее в скобках, которого нету, да? Но говорится это об Израиле или говорится о ком-то? О машехе. Мы еще разбирали, я приносил, да? Исайя, 49-я глава, там 8-й стих, и там еще есть в одном месте. Там переведено так, значит, по-другому. Здесь у нас как написано? Во время благоволения я ответил тебе, день спасения, помог тебе, да? Охрани тебя и сделаю тебя народом завета, они переводят, чтобы восстановить страну. Но в действительности там не говорится о народе завета, да? В-э-царха-атэнха, в-э-царха-атэнха, ле-брид-ам, да? Да, завет народу. Помните, мы говорили, домашняя кошка и кошка домашняя, да? Есть разница. Вот. Значит, кошкин дом и кошка домашняя, да. То есть, первое слово – это главное, второе – дополняющее. Значит, брид – это завет. Завет кому? Народу, да? А здесь написано – народу завета. Естественно, человек не может быть народом, правда? То есть, они конкретно против Ишио-Мессии и переведены так, как выгодно данным людям. Еще, что нам мешает. Значит, аберрация. Аберрация восприятия, напишите. Аберрация восприятия. Что такое аберрация? Аберрация, два р. Аберрация – это греческое слово, означает искажение. Если вы помните, мы изучали оптику, бывает сферическая аберрация и хроматическая аберрация. Когда смотришь там через стекло, и тебе там круги разноцветные перед глазами, да? То есть, если плохо сделана оптика, она искажает, да? Вот это называется искажение. Аберрация. Да, вот это напоминает что-то мутное стекло, как говорил Павел. Некоторые вещи мы смотрим как бы через мутное стекло. И всякое незнакомое, непонятное слово может привести нас в ужас, вызвать какие-то ощущения. Да, и чтобы не перегорели контакты, у нас не поехала крыша, включается защитная реакция. И мы что-то новое отождествляем с уже знакомым. Ну, например, Ехескель нечто увидел. Непонятно, чего никто не видел ни до него, ни после него, да? И он такое нагородил, Ехескель, и колеса там в колесах крутятся, и какие-то там еще вещи, и какие-то ангелы с четырьмя лицами бегают, и что-то там такое делается, что-то непонятно. Некоторые говорят, что он там вертолет видел, неопознанный летающий объект и так далее. То есть, это попытка описать неописуемое, да, или объяснить необъяснимое с помощью известных слов, да? При этом мы применяем обычно три таких вещи при описании. То есть, простое сравнение. Ну, простое сравнение, да? Что у нас, какое может быть простое сравнение? Ну, сравниваем, да? Значит, стал я, как каменный, не пошевельнусь, ничего, да? Вот, или там, значит, я, как деревянный, как дерево, я при потоках, вот, да? Помните, это такое шуточное, да, как слепого исцелил Иисуса. Положил он на него это самое, брение смыл, смотрит тут, видит, идет буратино по улице. Вижу, но людей, как деревья. Вот еще раз его повылился, говорит, а вот теперь я вижу, потому что след за буратино шел Папа Карло. Да? Но это шутка, когда мы что-то сравниваем. Как? Что-то. Но есть, можно сравнивать такие вещи, которые не сравниваются. Ну, например, глаз, как алмаз, или такая песня. У нее глаза, ребята, как алмазы в три карата. Что, у нее глаза, как алмазы? Блестящие, как алмазы. Но они алмазы, да, правда? Вот. А если мы почитаем их и не будем знать из какой-то культуры, и увидим глаз, как алмаз, руки грабли, язык, как лопата. Можете себе представить, да? Это называется метафора. И если вы помните, Шекли был такой, писатель ввел такое явление, метафорическая деформация. Когда мы сравниваем что-то и получаем нечто совершенно другое. Ну, вот, например, в культуре пастухов-евреев, да, есть описание песни-песень. И там есть овцы, голуби, шерсть, ягнята, благовония. Или там, допустим, представь себе возлюбленного. Руки его золотые, кругляки, усаженные топазами. Живот его, как изваяние из слоновой кости. Надо сначала подумать, что такое слоновая кость. Обложенная сафирами. Голи его, как мрамольные столбы. Поставленный на золотых подножьях. Вид его подобен Ливану, величественный. И так далее. Ну, вот, если напрямую посмотреть возлюбленную из этих песен, песен, получается примерно такая картина. Красавица? Правда, нос явно, что еврейский. Это тоже точно, что еврейский. Вот это у нас, что получается, метафорическая дефорация. То есть, люди в той культуре, у них это были нормальные сравнения, да? Вот, а если я скажу, вот, какая красивая девушка. Потому что ее живот, как сноп соломых. Красивая? А что, сноп перевязывали в середине. Вот такая фигура получается. Нормально, да. А у нас сноп соломых, это все же другая ассоциация вызывает. Правда? Вот, или, например, значит, исключая песню, песен особенности, там это и есть явление. У любимый живот, как стог соломы, нос, как башня. Современнее, сказал бы, рубильником. У любимого ноги в столбы, ладони, как монеты. Рука просовывается в замочную скважину. Представляете, какая рука? Текучая. Замочная скважина, прям терминатор 2 серии. Действительно, если там, слово, которое означает нора, отверстие, скважина. И так далее, вот. Но то, что воспринималось всем народом, сейчас совершенно непонятно. Или вот мы говорим космический корабль. Кстати, что такое космос? Слово космос, это впервые употреблено было Аристотелем. Аристотель писал о гармонии, да. И употребляется слово, и означает гармония. Отсюда косметика. Слово того же самое, что и космос, да. Значит, гармония, нечто, находящее в гармонии. Космический корабль. Или там летающий корабль, воздушный корабль, да. Вот некоторые представляли воздушный корабль, да, с парусами. Летит, знаете, такие сказочки, да, про воздушный корабль. Ну, понятно. Ну, хорошо, я вам приведу более современные. Значит, Александр Васильевич Суворов переправляется через реку Телегул. Это в Молдавии сейчас такая река, что курица пойдет. Не замочил своих лап. Ну, тогда это была серьезная речка. Однажды зимой во время этой провалился лед. И две тысячи янычаров утонули. Так что, понимаете, да. Значит, пришли мы к булной речке Телегул. Построили самолет. И теперь переправляемся. Отчет Александра Васильевича Суворова, императрицы Екатерине Второй. Пришли мы к бурной речке Телегул, построили самолет и переправляем армию. Да, исторический вахт. Какой у них самолет был? Воин. Так вот, в те времена самолет означал паром, который движется не силой человека, а силой течения воды. Если кто в Террасполе бывал, не знаю, есть там до сих пор этот паром или нет. Я уже давно не был в Террасполе. После 91-го я уже там не был, так что не могу сказать. А там был паром, да, который движется силой воды. Вот это называется самолет. А мы, читая эти строки, что можем думать? Да, построил самолет Суворова. Но родные умельцы, которые там были, построили самолет и перелетают через речку. Вот это называется метафорическая деформация. Ну, еще есть такое более усилительное. Оксимарон – это совмещение противоречивых понятий. Ну, например, умный генерал, честный вор, грустная радость, грустный хрисбат и веселый пятидесятник. То есть это совмещение несовместивых понятий. Но мы, если не знаем, что эти понятия несовместимы, мы не можем понять. Вот смотрите. Когда они шли дорогой, разговаривали, вдруг явилась колесница огненная. И кони огненные разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Вот как выглядела колесница, в которой полетел Илья на небо. Да, в другом, если мы читаем Маха-Бхарата, Маха-Бхарата, Маха – это война, да, Бхарата – богов. Такой индийский эпос, который описывает некоторые явления, которые, видимо, даже происходили до потопа, да. Там ядерное оружие описано. Там говорится о небесной колеснице Вимана. Это летательный аппарат на реактивной тяге. Возможно, выглядит, как самолет вертикального взлета. Здесь вот самолет вертикального взлета. Харьер. Да, или вот там же тоже описывал НЛО. Или Архангел Даниил видел. Или есть вот интересные описания. Видите, Скорпионы. Вот смотрите. Скорпион нарисован. А вот современный боевой вертолет. Кстати, изображение современных боевых вертолетов есть в египетских пирамидах. И танков тоже. Я сейчас не буду говорить. Есть описание ядерного взрыва. Очень такое хорошее, да, в Откровении. Там много интересных вещей можно найти. Сейчас я не буду об этом говорить. Дальше. Рабство традиционной теологии. К сожалению, мы являемся и наследниками традиционной теологии. Есть традиционная еврейская теология толкования. Есть традиционное христианское толкование. Мы уже говорили вот это толкование насчет ворот, которые открываются, закрываются. Благодати для Израиля и для народов, которые совершенно не соответствуют тому, что написано в Библии. И так далее. Но вот частности учения о духовном Израиле. Духовный Израиль – это церковь. Да, а Израиль уже Бог прекратил с Израилем иметь дело. Правильно это учение? Нет. Духовный Израиль – это кто? Это и церковь, причем не вся церковь, а рожденная свыше. Да? И верующий в Иешуа Мессии, и евреи. И тут не говорится о каком-то особом, который отлично или противоположно евреям. И так же вот, если взять толкование многие христианские, они как бы противопоставляют. Вот иудеи вас учат тому-то, а я вас учу тому-то. В действительности, Иешуа говорит о более строгом завледении закона, если мы внимательно посмотрим вещи. Ну, еще есть такие вещи о первородном грехе. Я сейчас просто вам дам наметки, не буду подробно говорить, у меня мало времени. Я вам процитирую одного человека, вы все его знаете, но не лично, конечно, о нем слышали. Он сказал так, ни в Ветхом, ни в Новом Завете нет ни слова о первородном грехе. Сказано лишь, что Адаму была суждена смерть в тот день, когда съест плод дерева познания, но он так и не умер. Кто это написал? Какой великий теолог такой написал? Маркиз де Сад. Из этого он может сделать вывод, а раз Бога нет, ты делай все, что хочешь. Действительно, нету учения о первородном грехе. Что такое первородный грех? Это то, что человек рождается грешником, да, или с такой греховной. Природы абсолютно испорчены, крайне испорчены. И его надо каким-то образом исправлять. В действительности, это изменившаяся природа человека, помните? Отсюда вот неправильное понимание. Грешник – это тот, кто совершил грех, да? А раз первородный грех, то всякий ребенок рождается каким? Грешником. Ну, и делает сразу же вывод, что его нужно покресить. Но рождается ли ребенок грешником? Нет. Мартин Лютер говорил, что не рождается он в таком смысле грешник. Значит, Господь попускает, что мы наследуем Адаму немощную природу, болезненную, смертную и так далее. Для младенцев нужно крещение, хотя они не согрешили, но они наделены падшей греховной природой, являясь на свет, согласно предвинению Божьего потомка и падшего Адама. И вот Мартин Лютер говорил, что человек является крайне испорченным, без того, что он покажется, он совершенно испорченный, он прямо рождается для ада. Так это или не так? Видите, а что говорит еврейская? Душа, которую ты дал мне, Бог, какая она? Чиста. И поэтому младенцы куда идут? В рай. Нету слов других. Младенцы идут в рай, пока он не различает добро и зло, и другого его пути нет. Но есть право выбора. Вот когда начинается это право выбора, да, ЕЦР ГАРА, помните, мы говорили? ЕЦР ГАТОВ и ЕЦР ГАРА. Но нету абсолютно никакой вот такой страшно испорченной человеческой природы негодной. Да? Это есть болезнь своего рода духовной шизофрении, помните, я говорю? Мы все шизофреники, да, только одни сидят в больнице, а другие ждут свою очередь. Так, по крайней мере, нас учили, когда я психиатрию изучал. Поэтому нету абсолютно критерий между больным шизофренией, да, и нормальным человеком. Можно только количественно определить. Качественных никаких реакций нет. Благодаря этому любого из вас можно посадить на всю оставшуюся жизнь в психиатрическую больницу. Чем и пользовались некоторые? Согласны с этим? Ну, это просто говорит о нашей природе. О нашей природе. Это какой? Не первородный грех, можно сказать, первородное повреждение. Но не испорченность и не грех. Испорченность, как учил Мартин Лютер, да? И грех, как учили православные католические священники. Я сейчас не буду подробно о этом устанавливаться, но это тоже для нас важное мнение. Вот я немножко вам расскажу о теологии Дарби. Если вам, по-моему, Либер читал, то еще Питер Хакен читал и рассказывал об этом, не помню точно кто. Но я это записал с контекста, очень подробно, и вам тоже расскажу. Вот этот Дарби – это страшный еретик был. И он стал в основе теологии всех евангелических христиан. То есть, паптистов, пятидесятников, да, ну и многие харизматы это переняли. Тоже такой был Дарби. В 1840 году Джон Нельсон Дарби, английский теолог, развил новую теологию. Она повлияла на западное евангелическое христианство. По Дарби ничего общего у Ветхого и Нового Завета нет. Русские пятидесятники и евангельские христиане были подвержены большому влиянию его теологии. Русские баптисты и пятидесятники этого не знают, но миссионеры, которые привезли им христианство, были подвержены их влиянию. Как назывались эти миссионеры? Ну, как-то знает. Штунда. Слышали такое выражение? Да. Да. Это штунда. Вот эти штунда. Это кто были? Менониды. Это было такое крайне революционное течение, вплоть до фанатизма. Они не служили в армии. Кстати, минониды мыли ноги, и от этого пошло пятидесятникам. А то, что они не служили в армии, не брали руки и оружие, из-за этого их сначала иззнали из Голландии, потом иззнали из Пруссии, и Екатерина II их приняла под свою защиту. То есть, это немцы были переселенцы. Штунда означает время для изучения тора. Вы помните. И они были евангелистами для наших последующих баптистов и пятидесятников. И вот Дарби был англиканским священником, и рассуждал он так. Значит, англиканская церковь ничего не понимает о благодати. И для Дарби спасение по вере означало, что ничто в человеке не имеет внутренности и потребности быть спасенным. Человек может быть спасенным по Дарби, не меняя своего поведения. Значит, можно быть спасенным и продолжать жить в рюхе. Потому что спасение происходит по благодати. Благодать и делай, что хочешь. Ах, какая благодать, полный рот камней набрать, и как весело потом зубы чистить молотком. Раз у нас благодать, знаешь, делай, что хочешь. И делай с ним, что хочешь. До спасения нужно только одно. Принять и верить, что Иисус умер за твои грехи. Покаяния даже не нужно. Он настолько революционер был. Оставить грехи не обязательно. Ходить в церковь тоже не обязательно. Только верить, что Иисус умер за твои грехи. У нас есть такие некоторые говорят. Только верить, что Иисус умер за твои грехи. И ты спасешься. Это теология Дарби. Я не скажу, что она неправильная. Но неправильно вот так узко понимать это, да? Вы сами понимаете. И что же он верил, что благодать – это незаслуженное благоволение. Значит, нельзя получить спасение без преобразующей силы, да? Но в эту преобразующую силу Дарби не верил. Он говорил, что Моисеев закон абсолютно не является обязательным. Мы даже не обязаны соблюдать учение Ишио. Потому что его заповеди, оказывается, это часть закона. И были даны только до его смерти и воскресения. А учение Павла было после его смерти. То есть, учение Ишио – это, оказывается, было учение закона, товарищи. И оно недействительное. А учение Павла после смерти Ишио – это учение благодати. Ну, сейчас Дарби не хотел, чтобы люди жили во грехе. Но он думал, что его теология оживит церковь. И если человек понимает, что он будет продолжать грешить и будет спасен, то он будет благодарен Богу и перестанет грех. Вам часто приводили такой пример? Вот какой-то там выкупил негра. И дал этому негру дом и все. И сказал, что ты свободен, ты можешь мне не служить. Но негр продолжал служить своему господину. Слышишь ли, где-то вот такой пример по любви? Ну, это вот та же самая теология Дарби. То есть, вот из благодарности ты можешь служить Богу. А можешь не служить. Таким образом, спасенные люди делятся на два типа. Благодарных и неблагодарных. Интересно, каких больших? Как вы думаете? Ну, Дарби жил в то время, когда благодарных людей было все-таки больше, чем сейчас. Поэтому говорил так. Есть люди благодарные и посвященные. И есть люди неблагодарные. Они ничего не делают, но верят. И те, и те спасены. Так же он верил в два Евангелия. Евангелие Царства, 2000-летнего Царства. И Евангелие Благодати, которое проповедовал Павел. И вот именно со времен Дарби, значит, раз человеку верил, значит, он спасен. Появилась практика говорить, на моем собрании спаслось 50 или сколько-то человек. Слышали, может, такие выражения? На наших евангельческих собраниях. В нашем христианско-пионерском лагере на последнем костре покаялись три человека. То есть он точно знал, кто спасен, а кто нет. У нас, вы знаете, что покаялось уже по шесть раз все население Украины, если посчитать. Все население Украины, включая грудных младенцев, так сказать, и все уже шесть раз покаялось. Ну вот, посчитали все наши евангелисты по статистике. Включая грудных младенцев, шесть раз покаялись. Шесть раз уже спасены. Так что уже в Украине делать нечего. Вот так. И поэтому по Дарби он точно абсолютно знал, сколько было спасенных. Это юридическая теология. По стандартам церкви она называется антиномическая. Антиномическая. И она была осуждена. И сейчас эта теология опять популярна в другом смысле. Покайся, и у тебя будет машина. Покайся, и у тебя будет что? Все у тебя будет. Иисус тебе даст все хорошее. Это опять та же самая теология Дарби. Ничуть, да, ничуть, получай биотеку рай и садись. Ничуть не изменившаяся за 200 лет. Только приспособленная к современным условиям. Ну, вот еще какая беда. Был такой Скофилд, который писал комментарии Библии. У вас есть комментарии Библии Скофилда? Вот он Дарбианец. И его комментарии, они являются еретическими. Комментарием. Еще одна причина. Вариант перевода. Ну, это вам, по-моему, преподавали. Как-то взяли кусочек из Гоголя, из «Мертвых душ» или, скажем, откуда-то. А, и переводили, да? Разными переводчиками. Вот, а, Иван Васильевич, Иваныч Иван Никифорович, да? Она сплетничала и ела вареные буряки по утрам и отлично ругалась. И при всех этих разнообразных занятиях лицо ей ни на минуту не изменяло своего выражения, что обыкновенно могут показывать только женщины. Значит, английский был более похож. Вариант, ну, только там, значит, слово, вместо слова «сплетниче» написало, там, типа «трепалося», а в отечении лица, значит, оставалось без выражений, как это умеет каждая женщина. Пошли, перевели на японский. В японском языке, значит, вместо слова «трепалося», нейтрально болтало, энергично ругалось, превосшло мягкое взлословие. В арабском языке она уже просто болтала, не просто болтала, а болтала языком. И не просто засловила, а извергала страшные проклятия. Во французской кухне нет блюда борщ со свёклой, а есть свекольный бульон. Поэтому борщ превратился, значит, она имела привычку чесать языком. Когда ела свекольный бульон по утрам, из её рта вылетал поток отборных словечек. И это без малейшего выражения на лице, что свойственно всем женщинам. Потом следующий переводчик взял. И там в индонезийском языке нету «он», «она», и получается, что и мужчина, и женщина одинаково. И получилось так. В то время как женщина, поедая жидкое свекольное варево, отпускала ругательство, мужчина занимался болтовнёй. И они это делали, не выказывая своих чувств, как принято у женщин. Уже появились два персонажа, мужчина и женщина. Хорошо, дальше. Перевели на африканский язык Йоруба. Это вот Сандей сейчас отказывается давать показания, пока не пришлют ему переводчика. Из этого Йоруба. Племени. Вот в этом племени Йоруба. Варево из свёклы. Получилось варево из плодов земли. По-видимому, Йоруба всё-таки евреи. Тайные. Плоды земли. Преодово, да? Хорошо. Итак, значит, варево из свёклы, варево из плодов земли. Займался болтовнёй, но конкретно хвастал своими мнимыми подвигами. Значит, из Йоруба вернули к английской версии. Получается так. Плодам земли было уточнение фрукты. Выражение выпрасывало ругательство. Выпрасывало нехорошие штуки. А хвастал своими мнимыми подвигами. Английский Билл Литавры. Потом перевели на африканское племя Бамбара. Естественно, Литавры превратились в там-там. Нехорошие штуки превратились в ненужные вещи. Жидкая варя из фруктов в компот. Дальше получилось так. На чешском языке ненужные вещи перевели старьём. А, значит, дом уменьшился до размеров хижины. Женский восторг восторжен. Да, дом норвежский переводчик. И в результате, значит, получился следующее. Да. Выпив компот, она выпросила из хижины старьё, а он радостно забил в там-там. Вот так перевели Гоголя. Вот так часто переводят Библию, да? Знаете, начинается с иврита, потом переводят на английский. Английский переводят на русский. Русский переводят на украинский. И начинается. Ещё что. Видите, некоторые переводы явно видно, что делали два разных человека. Мы уже об этом тоже говорили. Первая пара Липоменон. Был ковчег Божий у Аведара. Первая пара Липоменон. 13 глава, 14 стих. А в первой пара Липоменон, 15 глава, 25 стих, этот же человек назван Авед-Идомом. И это же, он же, упоминается, первый пара Липоменон, 15 стих, 21 глава, 15 глава, 21 стих. Ели фуи, Микней, Авед-Идом, Иел и Лазия на цитрах играли, и так далее. То есть Аведар и Авед-Идом, это, оказывается, один и тот же человек. Хорошо. Также вот вопрос с чадородием. Муж спасается верой, а женщина посредством чадородия. Первого Тимофея, 2 глава, 15 стих. Очень интересная теология. И из-за этого многие женщины надрывают свое здоровье и приводят в себя семью свою к трагедии. В то время, как греческое слово, которое, соузио, соузио, оно может как спасать, беречь, сохранять, а также исцелять, выздоравливать. То есть говорится о матери, хранительнице домашнего очага, а не о спасении. Соузио, то же самое, как союз. То есть правильный перевод такой. Когда женщины выполняют свой долг материнства, то они получают благодать, если дети продолжают жить свою в вере, любви и преданности Богу. Да? Опять-таки мы можем найти какую-то теологию абсолютно еретическую и несоответствующую тому, что написано. А также проблемы возникают с огласовками. Я не говорю, когда некоторые смотрят, это большие буквы, это маленькие, это о духе человеческом, это о духе Божьем. Есть где-то в Торе большие и маленькие буквы. Они все одинаковые. Если пишутся некоторые буквы, то с целью выделения. Но не для того, чтобы показать, что это слово начинается с большой буквы. И опять-таки вопросы огласовок. Ну, например, Псалом 21. Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, поразили руки и ноги мои. Мы знаем, что оригинал Танаха идет что? Без огласовок. Поэтому, значит, если можно прочесть, значит, Каару, Каару пронзили, а можно прочесть Кеари, подобно Льву. Подобно Льву. Эта фраза звучит так. Ки Севеву не калавим, адат мерцах, кекефуны Каари, или Каару. Вараглай. В зависимости от того, Каари или Каару мы прочтем, у нас будет абсолютно другой смысл. Поскольку никакие Львы на Ишуа не опадали, что еврейские авторы традиционные говорят, это точно не Ишуа. Опять-таки, вот те же вопросы Бетула, Альма, но это можно отнести к молодой женщине, и к девственнице. Это пророчество вообще конкретно о чем говорит? Конкретно, я говорю, конкретно. В переносном смысле, если мы будем толковать, будет говорить о Машире. В действительности, умер добрый царь, сильный царь, Хискиягу, да? И начались всякие разброды и помешательства. Такого сильного царя в Израиле не стало. Вопрос, что делать? Все в страхе, да? Пророк походит, вот сидит женщина, ну, видимо, беременная, да, молодая. Не успеет эта женщина родить, и этот сын, ее не успеет научиться говорить и ходить, то есть сколько пройдет? Год и девять месяцев, не больше. Как Асирия будет что? Разрушена. То есть здесь говорится о конкретном сроке, да? Мы можем это говорить в переносном смысле, и так указано, но теологию на это лучше не строить. Потому что мы можем спорить о чем? Не находя ничего общего, да? Понимаете? Маальма, бетулах, и так, и так вам могут сказать. Хотя мы знаем, что это Айешуа. Но это не есть основание для какой-то теологии или для какой-то веры нашей. Понимаете? Вот, что мы знали. Хорошо, здесь у меня еще много различных примеров. Времени нам не хватит, у нас еще полчаса осталось. Немножко поговорим о делении, да? О делении. О делении Библии. Мы обычно делим на главы, да? Вот, стихи и так далее. Первое деление Танаха было в 586 году до Жизненного Христова. Пяти книжек, Тора, вернее, не Танаха, разбито было на 154 главы, которые назывались Седарим. Седар – единственное число, порядок, да? Тора была разбита на 154 главы, которые назывались Седарим. Это 586 год. Помните, время разрушения Иерусалимского храма. Затем евреи пересмотрели деление Торы и началось регулярное чтение Торы. Но первоначально цикл чтения Торы сколько времени занимал? Три года. А потом стали занимать один год. И было разделено на 54 части. 54 недели в году. Иногда бывает больше, иногда бывает меньше, поэтому некоторые главы Торы считаются совместно. И еще помните, чем отличается год еврейский от года обычно высокосного? Да, бывает год с 13 месяцами. Да, бывает с 12 и с 13 месяцами. То есть лишний месяц. Уже получается дополнительных 4 главы. Поэтому вот это 54 Пороша это глава или часть Пороша отсюда поршин порция происходит. Значит и 54 Порошиет и деление пророков на Гавторот. Гавторот но Гавторот не все пророки там попадает а по смыслу в зависимости от того какой смысл недельной главы. И было разделено на 569 более мелких фрагментов чтобы обличить поиски ссылок. Греки разделили Библию на части примерно в 250 году от Рождества Христова. Что в 250 году произошло? Какой перевод? Септуагин перевод Библии на греческий язык. Хорошо. И затем еще несколько раз менялось деление. В 13 веке Стефан Лангтон профессор Парижского университета Азотел архиепископ Кентерберийский это примерно в 1227 году разделили на стихи. Да? Лавы и стихи. Вот. И в 1555 году был уже издан Новый Завет отпечатан деленный на стихи. Провел его деление это Роберт Стефан. Роберт Стефан. И его брат Генрих Стефан предисловив своей симфонии говорил, что распределение было сделано интер эквентатум. То есть на пути между Парижем и Леоном. Вот он ехал и делил на стихи. Так это взял быстренько в течение одной дороги разделил на стихи. И вот это деление осталось до теперешнего. Но есть некоторые вещи которые не соответствуют. Последние стихи 52 главы они были бы пророка Исаия отнесены к какому? 53 главе. То есть это деление не совсем совпадает. У евреев деление Библии Торы почти похоже. Но вот мне здесь приходилось давать ссылки и я смотрю что тоже иногда отдельная нумерация стиху не соответствует. Хотя в принципе оно похоже. Евреи это сделали чтобы не слишком отличалось чтение Торы от общепринятого. Хорошо. Теперь мы поговорим еще о некоторых методах толкования Торы. Методы толкования Торы. Первые традиции толкования Торы мы издаем из книги Неемии. Помните? Нига Неемии восьмая глава. Когда наступил седьмой месяц какой это седьмой месяц? Тишей, да? То есть это происходило в месяце Тишей все собрались возле водяных ворот принес Эзра книгу и они там стояли на возвышении и возвышение это как называлось? Бима, да? Бима как и сейчас. И были люди которые разъясняли одни читали другие разъясняли и там сказано внятно и присоединяли толкование дело то что во времена Езры и Неемии для народа уже был не еврит а какой язык арамейский язык понятный а еврит не всегда понимали поэтому нужно было толкование значит и толкование Медраж и перевод Таргум значит они читали внятно это что у нас было? Таргум а присоединяли толкование это что было? Медраж отсюда мы видим уже два способа толкования это Таргум и Медраж чем отличаются между собой они? Таргум это пояснение это пояснение то есть некоторые вещи которые мы не знаем в переводе они поясняются тут старается переводчик не добавлять что-либо от себя Медраж Медраше у нас фантазия работает совершенно свободно и позвал Каин Авеля и пошли они в поле и сказал Каин Авеля и что он сказал? все там дальше ничего не сказано что он сказал да? но зато Медраж может вам полчаса говорить что Каин Авеля говорил или там значит пришли Бней Элохим ангелы или как говорят сыны Божьи некоторые действительно Элохим это сыны ангелов или сыны Божьи или сыны сильных и мы не знаем кто это такие были и они женились на женщинах действительно были там мужчины 7 метров ростом потом немножко измельчали были по 3 метра ростом и находят в районе Мертвого моря там действительно семейные такие захоронения мужчина где-то 2,5-3 метра ростом и женщины по 1,5 метра ростом жены его да и мы не знаем кто они такие были ну книга Еноха очень подробно вам скажет каковы были эти ангелы как они назывались и так далее как вы думаете как можно расценивать книгу Еноха как Медраж как Медраж то есть какая разница между Таргумом и Медражом да а Медраж когда добавляет добавляет что-то фантазию добавление называется спекуляция то есть Медраж исследование изучение толкования это жанр литературы гомелитического характера гомелитика это толкование да значит это собрание отдельных текстов которые включают библейские экзегеты публичные проповеди материалы агадического и галактического характера и так Медраж буквально исследование изучение толкования и при этом толкование толкователь строго исследует тому что написано в библии нет он нечто добавляет свое да поэтому Медраж это хорошо это интересно но это не есть Тора и Медраж делится на два типа агадический и галактический можно говорить какая разница между галакой и агадой галака это правила и законы которым мы следуем в своей жизни да агада это разные примеры сказки да сказки песни тосты вот чем занимался Шурик помните когда собирал фольклор вот это была агада Шурик записывал местную агаду хорошо вот еще интересный если мы смотрим некоторые вещи изучая Новый Завет как вот представим себе если бы он был написан на иврите да представили себя да Новый Завет на иврите ну вот например да когда говорится что я лоза фен да а вы кто плоды да ветви или вот эти бубочки виноградные ановим и если вы ановим то вы пребываете на лозе тут явно игра слов потому что ановим означает виноградные грозы и ановим означает смиренные если мы не знаем иврита нам не совсем понятно это игра слов если мы знаем иврит то это для нас очень хорошо и интересно вот интересно такое толкование смотрите не упивайтесь вином от которого бывает распутство но исполняйтесь духом назидая назидая знаете что там говорит реческое слово которое означает говорить рассказывать беседовать возвещать самих себя псалмами имеется ввиду песни хвалы то есть тегелим славословие употреблено слово гимн торжественная песня песня и песнопениями употреблено слово ода ода песня воспевающая бога духовными пневматикас буквально получается пневматические песни песни в духе поя то есть опять славля песнями и воспевая и здесь употреблено интересное греческое слово которое соответствует именно еврейскому нигун не просто петь а как нигун напев ай-яй-яй ой-яй-яй или песни без слов в сердцах ваших итак мы видим что здесь различные вещи употреблены здесь есть и теги лим есть гимны торжественные песни словословия оды пневматические песни и нигуны да оказывается слово нигун можно найти где в новом завете да хорошо и когда мы используем еврейские толкования мы используем принцип пардес 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 это что апельсиновый сад да в переносном смысле это есть слово парадизм рай пардес пар дес значит это как если возьмем заглавные буквы первое пшут пшут ремез так драж и сод итак какой принцип у нас толкования пардес пшут значит если у нас какой-то есть отрывок что у нас сначала пшут означает простой отсюда ишут происходит да пшут мы смотрим какой смысл простой смысл что написано то и написано да вот дальше идет у нас ремез ремез означает намек того же слова у нас корни какое рема рема того же слова то есть пшут это то что написано да вот допустим что змей был хитрее всех всех животных полевых и пошел там змей что-то там рассказывал Еве да и что мы думаем змей это был или не змей змей да значит это может быть физическое смысле змей или какое-то животное может быть змей с ногами типа динозавра и так далее это прямое толкование ремез намек но дело в том что змеи на верите это нахаж а нахаж это нашептывающий значит здесь можно говориться не о змее а физическом смысле о каком о внутреннем нашем начале и царь гора которая начала нашептывать да нашептывать хорошо значит у нас есть какой-то намек и вот благодаря ремез реме мы можем одно и то же место библии каждый раз понимать по разному да если мы прочитаем льва толстого война и мир ну один раз почитали да и все нам ясно правда а сколько раз мы читаем библию мы все время получаем рему от господа и то что нам казалось сейчас одно другое а какое толкование правило а все правила которые исходят от господа да и виски принцип и то и то слова какие бога живо следующее это у нас драж и так первое пшут это простой смысл да ремез намек драж толкование мы начинаем размышлять над этим местом начинаем сравнивать его с другими местами да и мы находим что-то интересное ну это может быть у нас и не быть в библии ну например да бигдей орф одежды света которые были одеты да были они наги и не стыдились помните они были в одеждах света ор через алиф а стали в каких одеждах кожаных да но это это напрямую говорится так в библии это наше размышление интересное но это драж уже и последнее это сод тайна тут мы уже углубляться можем в кабалу в кабале есть полезные вещи есть но очень трудно их найти да да тысячи тонн словесные руды надо перекопать да чтобы дойти хотя бы что-то поэтому надо хороший иммунитет я сам кабалу не занимался я о кабале читал до кабалы я еще не дорос но у кабалей есть там определенные вещи которые говорят о троичности бога то есть очень любопытные вещи это уже сот или начинается размышление на тайный чисел да гематрия дело то что числительные все в иврите они являются буквами вы помните поэтому каждое слово можно посчитать его значение да отсюда вот там 666 мы начинаем размышлять о чему это они означают и так далее хорошо это будет у нас сот тайна еще у нас есть такой принцип толкования называется альтикра кара читай да тикра читай альтикра не читай или читай наоборот альтикра не читай так а по другому то есть слово в зависимости от его ударения или от огласовки может иметь другой смысл или мы можем взять то же самое слово переставить буквы или без буквы альф поставить айн и у нас получится уже другой смысл этого слова и так далее но такие есть еще талмудистские приемы торги магима когда слово имеет другое значение мукдам умеухар упоминая на иране и потом ха б ха тали это зависит то есть в барайте рабе ишмаэле есть например 13 принципов толкования торы сейчас я вам не буду все говорить для того чтобы у вас мозги не поплыли да но если вам интересно будет интересно что ишуа пользуются те же самыми вещами вот ну например легкое и тяжелое то есть менее строгое и более строгое то что является более строгим в целом является более строгим и в деталях равный покрой одинаковый тип выражения и так далее построение определенного общих принципов но еще раз говорю что мы можем много об этом размышлять но нам необходимо что или кто дух святой да потому что все эти размышления без духа святого ой вей куда нас они заведут да ну еще пару слов о еврейской диалектике как вы думаете диалектика есть у евреев да диалектика как вы помните содержит три закона единство и борьба противоположностей какой закон перехода количества во что качество и закон какой третий отрицание отрицание да единство и борьба противоположностей то есть плюс и минус два магнитных полиса две стороны медали тепло и холод да они не могут существовать без одного другое вот это янь и инь например да любое слово слева подразумевает направо любое слово вверх подразумевает что есть у нас низ если выявляется противоречие в действительности это противоречие является источником развития смотрите в каждом добре есть зло в каждом зле есть добро помните я вам говорил что можно служить богу не только добрыми своими качествами характера но и какими и плохими качествами характера человек упрямый может он служить богу свое упрямство может если это упорство это стойкость непоколебимость ко всякой пропаганде и так далее или например человек такой вот ну медленно соображающий но это хорошо да он мало усваивает но зато крепко держится своего да то есть всякое положительное имеет и отрицательное смотрите бог делал много добра израиля но они видя чудеса уклонялись от бога разжирял ешурун и стал брекаться добро послужило во зло да фарисей и мытарь знание бога и заповеди хорошо но знание надмивает и в то же время мы видим что недостаток знания приводит к гибели да недостаток познания бога это оси Иов перенес страдания это было зло но она превратилась в добро потому что в страданиях открылся бог и это стало ему добро а когда мы молим господи избавь нас от страданий это хорошо это не всегда для нас хорошо понимаете хотя конечно плоть-то слаба и мы так молимся никто не молится боже пошли мне побольше испытаний Иосиф он страдал но это послужило что добру не только для Иосифа но и для всех евреев да но в то же время переезд евреев в Египет который был для них добром во что он обратился в конечном счете в зло да грех это что нечто существующее реально противоположное добру или это результат наших неправильных действий это результат нашего неправильного выбора среди противоположностей да и самое главное грех это когда мы сами делаем этот выбор без Бога то есть зло это что это инь от добра янь да недостаток вот это инь и янь они и в Торе есть тьма это что недостаток инь от света который является янь холод это что недостаток инь от тепла который является янь ад это что инь от Божьего присутствия который является янь знаете что такое инь и янь вот такие головастики да единство и добра противоположности вот оказывается тут не только мистика хорошо дальше переход количество в качество вот люди грешили и Бог послал им потом на землю а почему он не сделал этого раньше потому что количество перешло в качество мера грехов превысила Божью благодать Израиль был в Египте 400 лет почему не пришел раньше Моисея да и прислал Бог или Моисея или другого Моисея опять таки не было достаточно количество да помните не было еще уничтожено народ Палестины еще недостаточно согрешил чтобы его уничтожить правда и отрицание отрицание например ожесточенный сердцем фараон отрицал Бога а Бог закончил тем что отрицал фараона отрицал Бог фараона еще как израиль отрицал Бога а Бог отрицал то есть расследовал Израиль россеил Израиль но не навсегда а когда Израиль отрицает свое отрицание Бога тогда Бог отрицает свое отрицание Израиля да Павел сначала отрицал христианство, потом отрицал свое отрицание. Свара и пильпуль. Давайте я немножко продлю все-таки. Хочу уже закончить мысли. Хорошо? Да. Что такое пильпуль? Пильпуль – это собирательный термин для талмудических дискуссий, который выявляет правовые различия. То есть происходит это слово «перец». С одной стороны, это такой острый спор. С другой стороны, из одной предпосылки извлекается другая предпосылка. Ну, например, в поезде, едущем в Одессу, молодой человек спрашивает у пожилого еврея. «Будьте добры, скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени?» Старик молчит. Приехали одну станцию, молодой человек обращается с тем же вопросом. Старик молчит. И так несколько раз. После этого молодой еврей задает вопрос пожилому. Я не понимаю, с чем я перед вами провинился. Почему вы не отвечаете на мои вопросы? Если бы я начал отвечать, вы бы стали разговаривать. Вы бы меня спросили, зачем я еду в Одессу. Я бы ответил, что я там живу. Вы бы поинтересовались, где я живу. Я бы сказал, что я живу на Дерибасовской. Вы бы задали вопрос, хорошая ли у меня квартира на Дерибасовской. Я бы ответил, что хорошая. Вы бы спросили, большая ли у меня семья. Я бы сказал, что очень большая, но слава богу. Не очень большая, но и слава богу, есть сын и две дочери. И вот вы, не дай Бог, явитесь ко мне домой, очаруетесь младшей Анечкой или старшей Фирочкой, и чего доброго, через месяц-другой будете добиваться руки той или другой. А теперь сами подумайте, могу ли я доверить судьбу своей дочери молодому человеку, у которого нет даже часов. Вот, помните типичный пиль-пуль, это Шерлок Холмс, когда, помните, он там по часам, да, определял характер человека, я вас сейчас, еще, но где пиль-пуль встречается? Вот видите, в Новом Завете, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас, так как Он избрал нас, чтобы мы были святы, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И это очень большая и длинная фраза, одна фраза, и точка становится, знаете, где, это Ефесяну, первая глава с 3 по 14 стиха, с 3 по 14 стиха, это все одна фраза, и одно вытекает из другого. Или от божественной силы его дано то-то, 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 прилагаю всему старание, покажите в вере добродетие, добродетие рассудительность, и так далее. Это что? Типичный пиль-пуль, да, типичный пиль-пуль. Это 2 Петра, первая глава, с 3 по 8 стих, да, или к Ефесянам, первая глава, с 3 по 14 стих. Ну и что такое свара? Когда два человека изучают один и тот же Торы, да, и один задает другому вопросы, а другой не знает, что ему ответить, но старается с умным методом что-то сказать. Потом он начинает уже раздражаться и кидаться на того человека, и я всегда вспоминаю Витю Иисову себя. И так как эти вещи обычно в Ишимах проходили на высоких нотах, то называешь, что евреи что делают? Сварятся, да? Свара отсюда. Произошло. Такое выражение. Это тоже метод изучения Библии. Хорошо, еще у меня есть много чего вам сказать, но раз говорят, хватит, так хватит. А с завтрашнего дня начнем непосредственно недельные главы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.